Вы правильно сказали, что мы, к сожалению, опаздываем в франкционной войне. У них целые институты работают, я имею в виду в гости, в США, уже давно, в ЦРУ, в АНП. Уже давно работают? Почему наша внешняя рассветка о той же Украине не предпринимала, ни в силе, вернее, не докладывала, что такое возможно, что такое, что-что произошло? И почему не предпринимались? Не знаю, почему они так докладывают. Мы, по крайней мере, докладываем, что такое возможно. И вы, наверное, прекрасно знаете, что еще 10 лет назад, если не больше, ввела целенаправленная работа с Киевом, с Украиной. А именно, допустим, Шустер, его, значит, что это, опять же, МОК, как агентство, ЦРУ, Мустафан Альен, лично создал десятки сайтов антироссийской пропаганды. Этот же Юрий Бутустер, сайт «Цензорный» в работе с 2004 года. Все прекрасно мы виделись, и у меня много друзей, допустим, в той же Одессе, которые уже 10 лет сидели, допустим, на Центре, и нет. И поэтому сейчас являются фашистами, и я прекратил с ними все отношения. И Савик Шустер, конечно, внес очень большое дело, мы поговорили про топ-шоу. А лично, а так, вот один человек, Савик Шустер, очень много сделал для того, чтобы случилась такая ситуация. И 30 ноября 2013 года в прямом эфире они хотели провоцировать вот эти студенческие же волнения, когда у них чуть-чуть сбой произошел во времени, там такая журналистская герачинка есть. Она вот вместе с ним, мы делали прямой эфир с улицы Душевского, улицы Кульской, тогда. Это же технологии, это же технологии, а почему мы не можем противостоять этим технологиям? Хорошо, тогда, но сейчас же на ошибках мы должны учиться. Ну и что делаем? У нас принципиальное может быть, так сказать, более огородное, но поэтому более огородное поведение. Мы пытаемся, если пытаемся, купить всю страну в целом, а они покупают на два порядка дешевле отдельно, где они стоят. Вот, принципиальная разница в подходах. И здесь становиться на их... Мне кажется, смысла нет, надо четко делать такую идею. Надо более всего объединяться, объединяться против нашествия. Но я же вам говорил, я говорил честно, что, Саш, пока что, так сказать, несмотря на то, что мы, конечно, все знакомы вот с, так сказать, вот этот круг, там, Лётик, там, Копатяков, там, Бамонтова, Екстантиновичка, так сказать, создаёт вот эту клоуку. По координации никто не делает. Мы занимаемся, как это, как японцы, мы как японские эти сомнения, да, которые там 30 лет воевал, когда военные в Путин. Вот по лесу ходим, обоим, а каждый по своему, каждый поотделится. В этом действительно проблема. Все это не распускают всякие случаи, что вот, там, какие-то эти, опять же, сидят, там, это самое, распространяют интернет, там, слухи, туда-сюда. Все это до, знаете, у нас, в конце концов, тоже знали свои, как-то, что они сделали. А когда кто-то был, вот эти, полиция. Ну, попробуем, вот, с другой работой, типичная цеплянная. Ну, какие революции? Не получилось. Ну, конечно, мы с точки зрения все это делали, у нас были первые, опять же, придумали все эти, все эту мягкую силу, да. Еще вы говорили про радиовойну. Вот, у меня одесситы еще в марте 2014 года, они еще слушали, значит, FM, радио России. Сейчас это спутник, да? Да. А потом резко все прекратилось. И я им советовал слушать тоже спутник радио России на среднем полноте. Единственное, что… А зачем на среднем полноте? Отключаешь интернет, то есть прямая трансляция. В высоком качестве. Нет, ну, там, старушки, бабушки, или, допустим, в автомобиле… Нет, ну, понимаете, я давно говорил, у нас все мучается, здесь и с распространением сигналом. Ну, по среднему полноте. Да нет, не только среднему. Ну, на самом деле, устроили бы раздачу этих самых антенн, а сейчас 100 долларов в комплект стоит спутником. Телевизионный. Нет, значит, что на Украине те, которые хотят смотреть, они смотрят спутник? Ну, это да. Ну, тут не рано. Ну, в Харкель, вы родная сестра уже давно, Россию смотрят. Да, а что? А спутники-то там же и… там же и ради. Да, но те, которые не имеют возможности, допустим, на спутники смотреть. Или в том же автомобиле. Поедешь, в среднем не включили. Ну, да, да. Включили. Это Димир Леонидович. Во-первых, большое спасибо за директор инфекции. В начале, я бы упомянули, что вот эта информационная война не имеет в виде штаба цитализованного управления. Не является ли редакционная политика вот таких крупных городов, ковка, допустим, джазиа, вот этими как раз штабами цитализованными? И второе, посмотрите, вы институтически отозвались о роли интернета вообще в этом. Вы считаете, что роль твиттера в арабской объяснении – это мифа? Миша, конечно. Да вы понимаете, в чем дело? Ведь, в конце концов, механизм передачи сигнала не так важны. Главное – сетевые структуры. Ну, не было бы интернета, но по телефону. А позвонил по цепочке, да? Я звоню десяти, десять звонит каждые десяти сто, ну и дальше пошло. И все. И в течение полутора-двух часов можно достичь того же, что делает интернет. Понимаете? На самом деле, вот по этому преувеличению что-то качественно изменилось. Особенно ничего качественного не изменилось. А у них запретили интернет, они начали на пятничных молитвах информацию передавать в том же Египте. Это мобильная связь. Да? Это больше мобильная связь. Мобильная связь – это… да нет, не было мобильной связи. Вы знаете, мы не застали это время, когда не было мобильной связи. Вы знаете, мы жили, мы общались. Были обычные телефоны. По обычному телефону я говорю, позвонил десяти человек. Каждый из них позвонил десяти человек. Каждый из них еще десяти. Все. Уже сто тысяч. Цепочки такие же можно скрывать с помощью даже обычного телефона. Даже не… Бодрый инвестиционный политик. А? Ну, первая вопрос. Бодрый инвестиционный политик. Нет. Конечно, инвестиционная политика есть. У них есть вполне определенная инвестиционная политика. Той же Аль-Джай-Дью-Рю. Северная инвестиционная политика есть. Страшно, я ведь скажу. И «Первого канала» тоже есть в инвестиционной политике. «Вот стоило вашему упакованному судья однажды публично усомниться в том, что как ли уж возможно выполнение риска, а? Что неплохо мы подумать, а если оно не выполнится, что же нам дальше делать? Как чего-то первый канал для резко разлить?» Ну, тут видите, понимаете, все время внутри борется боец информационного фронта и, в конце концов, политик со своими взглядами и позицией, которые мы тоже думаем. Я, например, считаю, что нам действительно надо прорабатывать в том числе варианты, а если не реализуется низ два. С моей точки зрения, вероятность реализации где-то процентов 10-15 не больше. А значит, надо смотреть другие варианты. Есть другие варианты. И решение ситуации замораживается. Ну, скорее, не по «Иднестровскому», а по «Нагодокарабанскому» механизму. Дня два назад Ищенко как раз на эту тему очень как-то лично с этим написал. То есть, Ислава Таилова тоже как-то перестали показывать. Вы заметили? Да. А его затягали, и он начал повторяться. Высосали его, грубо говоря, очень быстро. Надо паузы. Вы же говорили о паузах. Он начал фантазировать. Он фантазирует, причем говорит, что такое сверхприятное. Что вот Украина обрушится скоро, да, Соединенные Штаты обрушатся скоро. И Венин считал, что таким образом его очень сильно пометят. Еще есть время? Да, Венитар. Вот Вы говорили, упоминали про Сербию. В связи с этим у меня такой вопрос. Вот, как известно, в Сербии сейчас очень сильно, ну не сейчас, а уже несколько лет подряд работает Запад в плане увеличения своего информационного влияния, фактически контролируя сербское информационное поле. В сравнении с этим российское информационное присутствие там невелико относительно. Вот, как Вы полагаете, возможно ли такой вариант, что в обозримом будущем сербский народ, он будет тоже вот этой пропагандой перекован под такие антироссийские установки, как вот это произошло с Украиной. Ведь сейчас, по сути дела, говорится, что сербский народ во всей Европе самый дружественный по отношению к России, к ее позиции. Как Вы полагаете, возможно ли такое под воздействием пропаганды? Ну, сказать, что уж совсем, так сказать, такая вот пропаганда на одну сторону, я бы не сказал, потому что мы тогда уже были в Сербии. Я приехал, и нам, правда, дали пополамо с Вадиком, но все-таки с Россиевым целую странницу. Ему половину, мне половину. Потом, у меня было отдельное интервью для их конкурпционного министра, который везде раскидал, там долг до всяких ссылок. То есть сказать, что уж так вот их зажимают, контролируют, нет, просто особо у нас никто и не занимается работой с Сербией. Там на церковь вся надежда, церковь сдерживает все эти процессы. Но с другой стороны, конечно, мы вот будем прямо говорить, у них, с одной стороны, конечно, руководство у них учитывает настроение населения, но надо понимать, что у них руководство по собственным взглядам и позициям есть в роли Касьянова. То есть они про Западные выбирают. Ну, сейчас, вроде, пришли националисты, но они тоже, как бы, вот. Ну, опять, как начало. У меня, может, такой отдыхающий, что ли, вопрос. Как Вы считаете, конструктивная пропаганда в части ее содержательности и профессионализма нынешняя достигла уровня СССР или нет еще? Или по всем задних, как и везде? Понимаете, что я делаю, вот насчет СССР, это вот тоже глупарский вопрос. Я вот человек думал тоже об этом. Я немножко задел это, да? Для меня это тоже в определенной степени. Я же все-таки из физиков, я еще не одеваю, но все-таки мы воспитаны на позитивском мышлении. То есть, если как следует подумать, то можно сделать хорошо. Если сделать плохо, значит, недостаточно подумать, да? А первое же мое столкновение с реальной ситуацией в политике, я решил разобраться, а кто прав, кто виноват в договоре в Карабахском конфликте. Побеседовал и с теми, и с другими пообщался, и понял, что правы и те, и другие, и у тех, у других своя правда. И позитивного выхода в этом смысле. Сказать, вот вы правы, а вы неправы. Надо делать так, а не так. Этого невозможно. Потому что, так сказать, вот в человеческом общении, наверное, позитивизм, он иногда не срабатывает. Поэтому, к сожалению, все очень в этом смысле непросто и не так легко делается. То есть, понимаете, все-таки коммунист был разновидностью религии и, так сказать, внедрялся и пропаганда шла по тем же лекалам, что и в религиозных общениях. Мы сейчас готовы пойти к этому пути? Создавать некие, так сказать... Почему бы и нет? Вопрос подготовки общественного мнения, так называемого. Мы видим, что, так сказать, будет бы любой разумный человек насчет европейского выбора в Украине, да? Уж как не проходиться, да? Ну, в целом... Например, активным христианином, и убедить его, что Бога нет, да? Приводите какие угодно рациональные доводы, мимо. Здесь то же самое, вы понимаете? Вот в этом проблема, нам что, создавать некую собственную модель? Выборами. Выборами. Без модели всегда будет... Не модели, я бы уже сказал. Модель верования во что-то, да? А во что? Ну, 25 лет назад в Украине, люди, которые верили в европейский выбор украинцев, уже было, ну, не знаю, наверное, горстка, ну, там, меньше процентов. И вот как-то за 25 лет вот получилось так, что чуть ли вся страна... Ну, параллельно-то параллельно-то формировало всех, кто дали Христос на Украине. Ну, там много чего было, но... Ну, так я к тому говорю, что механизм-то тот же самый, захват. Какой? К сожалению. К сожалению. И это... Для меня, например, во многом не решительный, ну, вообще, что подавляющее большинство людей, так сказать, готовы... Не готовы анализировать окружающий мир. Не готовы воспринять какую-то готовую модель. А эта готовая модель ничем не отличается от Деви Христос и чё-чё-чё-чё. К сожалению, это так. Но это проблема. И поэтому все эти, извините, все эти эти самые, все эти, так сказать, вот сейчас мы пойдём, сядем это самое в Болынском, возьмём ящик коньяка и напишем стратегию развития России. Ну, не получается. Или национальную идею выглядит. Кстати, насчёт национальной идеи и вообще, так сказать, вот немножко что, но занятная была история с тем же самым олигархом. Ему для его партии срочно нужно было... У него такая идея была, а вот моя программа. Скажем, а вот эти программы тут у нас нет. Как есть? Говорю, как есть? Ну, сейчас принесу. Взял этот самый, взял этот самый. Мередневно на компьютере сделал этот самый суперобложку. На ней написал «Российский выбор». Я говорю, вот твоя книга «Российский выбор». «Российский выбор». Я говорю, вот ты увидишь, никто не попросит прочитать. Никто не попросил прочитать. Борису Николаевичу, сам Грешу Николаевичу, работал на его штабе в 96-м году. Написали великолепную программу. Действительно великолепную. «Золотые империи». Сидели и не один ящик уникальных. Просто читать, ну вот, одно удовольствие. Все они говорят «Программы». Нет программы у немцев. Где программы у немцев? Написали. Напечатали в пяти тысячах экземпляров. Всем хватило. «Программы». Видите, это все, так сказать, вот у нас нет программы. А нам нужна, на самом деле, программа. Если на следующий день как-то, так сказать, дороги ровнее становятся, свету больше на улицах, дома вроде бы крашены, крыши не течут. Может, это и есть программа? Для меня, как для политолога, политика, это, так сказать, не этические высказы. Может, так оно действительно и есть? Зачем, собственно говоря, некая высокая цель? А чего это узнать, какая высокая цель вообще у человечества? Может, просто, в конце концов, не стремиться к какой-то цели, а, наконец, хоть какого-то поколения, вот их поколения, молодого, пожить по-человечески? Нормально. Без потрясений, с хорошими дорогами, с, страшно сказать, с вежливой полицией. Ну, тут не получается, а нормально будет. Нет, ну, вот, может быть, это и есть идея. А мы все, вот идея, там, так сказать, сапоги в Индийском океане, там, так далее. Надо пороться, что мы и делаем. Ну, к сожалению. Ну, нам мешают. А кто сказал, что будет легко? Как это? Моя любимая фраза. А кто сказал, что будет легко вообще? Когда, так сказать, это самое, Крым и Крым присоединяли, что, так сказать, не знали, что мы знали. И те, кто кричал, что они не знали, знали. Или вот, любят у нас, это самое, там, наши эти самые диванные стратегии в интернете, да, писать. Вот, крымчане, разочарованные. Вы что, наши телевидение не смотрели? Вы не знали, как в России? Вы не знали, что там есть Абрамович? Вы не знали, что там есть военные губернаторы? Не знали этого? Вы, что, это самое, в, так сказать, в районной земле собрались или в реальную Россию, которую знали вдоль и поперед, и знали, что там происходит, да? Так? Нет, тут изначалованных нет. Нет, я вообще говорю, нет, а, так сказать, вот все это говорят, вот, так сказать. И здесь то же самое, мы что, так сказать, не знаем, так сказать, что я тут, так сказать, меня дети, нас дети пригласили, они там снимают деревеньки «Антик» на глазу. Давайте пригласили вас на деревеньки. Повели нас гулять по Пирсу. А там яхты стоят по Параговича, по Талина. Слушайте, я на 2 часа коммунистом стал отъемным. Ты здесь, когда на них в надуе смотришь… А внутри что? Что внутри там? Да ведь везде вот. А что? Сразу подожите Геннадию Андреевичу внутрь зайдете там? В приемную. Вот, 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 бестолковость там, черти чего, какие-то, это самое, в Крым приходят там, из Москвы какие-то странные, противоречивые, эти самые. А что, не знали, что на Дальний Восток приходят противоречивые, да, из разных концов, понимаете ли, Крымля, да, с разных башен? Ну, наверное, все-таки досконально не знали. А? Все-таки, общее, ну, вот, тонкости не знали, это точно. Кто как-то все знали. Ну, понятно, так сказать, олигархический капитализм, ну, это самое, в отличие от Украины, с помощью посадки, поистринили. Чуть-чуть их поистринили. Ну, сейчас уж они же остались, да. Так вот, поэтому надо сделать новую идею российского общества, славянского общества, новую, в том числе, мировую, парабельную. Нету теоретика уровня Карла Маркса, ну, как раз вы знаете, чтобы это сформулировал, грамотно, черт и разложил, и сделать, значит, эту идею, вот, официально, в четырехвестном обсуждении. Не был Глеб Павловский, и того бы не было. Нету единства в наших рядах. Да, да. Но, с другой стороны, вы понимаете, когда начинаю говорить, ну, в Москве есть Шибалов, есть, наоборот, Шойгу, да, как же, как же они уживают? Ну, а по-другому что бы, я приводил пример. У Сталина и то дискуссии вели Жуков и Шапочников и спорили с ним, да, до тех пор, пока не принято решение. И то разные взгляды будут. А здесь почему они должны быть у всех одинаковыми? И у вас тоже здесь. Ну, моё это, ребята, ну, реально много. Может, скоро хранится истина. Чего уж так дематизировать? Ай-яй-яй, в Севастополе-то вот-вот сейчас вообще оранжевая эволюция вообще. Потому как с этим не сограться? Ну, на что? А почему они должны быть вообще? Песни вывесок-то должны петь. Так, если разорваться. Ну, зачастую мы сами на пустом месте вот этого. — Владимир Владимирович, Вы сказали все по поводу идеи буржуазного, тихого благополучия. Дороги, там… — А я другого благополучия не знаю. — Так не знаю, это ли идея 90-х годов? — Вот социалистическое благополучие, да, оказалось с карточкой, с невыездом за границу, с необменом валюты, то есть невозможностью использовать заработанные деньги, как ты считаешь нужным. — Я просто не закончил мысль. — Я просто не закончил мысль. — Я просто не закончил мысль. — Да, хорошо, да. — В начале 90-х же именно этой идеологии было заявлено. В начале 90-х же именно эта идеология была заявлена. Заявленное вот это благополучие, оно потом перетекает уже из идеи личного благополучия, из идеи креативного благополучия, в идею личного благополучия. И появляются Абрамовичи и так далее. Абрамович их рождается, вот эта идея есть. Дороги хорошие, чтобы все хорошо, чтобы за границей. Вот туда ожидается неравенство. — Понимаете, что ты делаешь? — Я уже неизвестно сказал, что я на 2 часа неизвестно. Вот, вы извините, я считаю себя настоящим правом. Я могу даже определить, что такое настоящий правом. Это либерал в экономике, это государственный главный политик и империалист во внешнем. А наши правые, на самом деле, это левые либералы. Больше того даже не либералы, а… — Медицина же не может быть услугой. — Безопасность не может быть услугой. — Поэтому, ну вот то, что ребята строят яхты, а не Третьяковские галереи, это печально. Но это пройдет. Почему? Потому что в Штатах были бандиты-галеры, у которых дети уже окончили университеты. Английские, кстати, ездили в Штаты учиться в Англии. Как от нас, да, детей посылали. Но следующие уже начали библиотеки создавать. Фонд Карнеги, вы знаете, за что так называется в мире? Потому что Карнеги на свои деньги в Соединенных Штатах открыл полторы тысячи библиотеки. А перед этим Карнеги был бандит, он в большой бою. — Они остались, у нас есть бандиты и остались. Просто у них смиродить не смирилось. — Следующее поколение. Вот это самое, уже, так сказать, видите, Патанин там начал что-то такое, фонды свои создавать и прочее, прочее. Другие там, ну, по интеллигенту. — То есть вы предпочитаете селект свой? — Других вариантов нет, ребята, революция, ну, не получается, особенно у нас. Ну, пробовали, не получается. — Господи, как Вы относитесь к возможности монархического ренисрации в России? — Никак. — Восвитив последних событий и заявлений, как мы с этим делаем, и возвращение Дома Романова в субботу. Активное такое, ну, активное действие Дома Романова в информационный сход. — Отвечаю, как отвечал профессор Павловский. Не читайте. — Рыбский? — Рыбский? — Хотя то же самое Павлаженский. Мы тут, упоминавшимся уже Владимиру Татьяновичу Балкову, на определенный стол в фейсбуке вступили, он так говорил по Павлаженскому, что вот осуждают все этого Шмондира, да, Павлаженский вроде бы так остается, я его поддержал. Действительно. Именно Павлаженский эксперименты с превращением собак в длины, они как бы и сделали, только они назывались тогда народовольцами. — Нормально. Все эти, так сказать, царствующие добры, они царствуют, но неправильно. Если вы имеете в виду возвращение в том, так сказать, в той форме, в Гликомаэтране, в Дании, ну дальше по списку, да, то этого смысла нет, потому что у нас традиция крутая. Уже поколения прошли много, опять-таки, быстренько. А дать им реальную власть, то, что даст. Те же самые Буржуазеи, февральскую эволюцию для чего делать? Подобрать власть. А дворян и получить ее себе. Ну, немножко пролетели в дни, да? — В октябрь, да? А в этот раз, в девяносто первом году эволюции, ничего делать. Ну, коммунистов забрать власть и собственность, и себе забрать, да? А что, сейчас собственность все, распоряжение собственное отдать этим потомкам этих самых грузинских поступков, да? Это все, это все так-то, да, эти развлекалочки? — Дом Романов, он же, ну как-то, занимал определенную, так сказать, в истории России определенный уровень. Вот как вы считаете? — Загибал и перестал загибать. — Ну, вот сейчас. Благодарительная организация, Клон, наверное, как будет представлен в России? Ну, вот, максимум. — У нее есть один, один симпатичный дядь. — Алло, извините, у меня совещание. Я не в Москве. Я не в Москве. — Ну, если вы прилетите в Симферополь, то, извините, прошу. Я сегодня в Симферополь. — Ну, все пустое, понимаете? Ну, вот, вроде должно что-нибудь произойти, что-нибудь происходит. Ну, давайте поговорим о том, что вот-вот Крым заполонят вообще потомки фамилии Романова, да? — Ну, вот смотрите, вот есть РОКС, да? Он активный РОКС, да? Он активный РОКС в новороссийской, ну, в особенных республиках, в ДНР, ВНР, который имеет своих представителей, там, активно в этих процессах участвует. У него активная сеть по СИИ. Вот, неужели нам, допустим, найти, скажем, социальные слои, не может подвергаться зарубежная миграция, которая, в принципе, хотела бы какого-то реванша, сделать некие подвижки, которые приходилось просто. — А кого вы имеете в виду из зарубежной миграции и кто рвется здесь, так сказать, в реваншах? — А потом, что вы понимаете под реваншем, если реванш произошел в 91-м году? — Ну, они не считают, что реваншится. — Проблазают борьбу с этим режимом. — То есть вы считаете, что результаты Октябрьской революции опровергнуты, если иногда опровергнуть результаты февраля? Это то, что позвольте-то из тех, кто здесь денег не имеет. Это же была бы ужасная революция. И она была не случайной. Потому что, действительно, тогда наши двояне несколько задержались. У власти не отказываясь делить власти с буржазией. Из-за этого все это изобразие произошло. И что, кто их поддерживает? Серьезные финансы, кто поддерживает? Своими руками себе на шею посадить каких-то романовых и обедневших из Парижа, да? — Ну, есть же православные аллигаторы. — Это кто? — Люди, которые поддерживают церковь и церковь с унастром, и все мальчиками, и они как-то неудобно работать с монархами больше, чем они не партическими стратами. — Ну, отработанный вариант цезаритопизма, то есть симфония власти. — Знаете, в церкви сложные были отношения с романовыми. А Дина Романов там, так сказать, ликвидировала единовласть в церкви на долгие годы. А только советская власть восстановила единовласть в церкви. Так что там не так все просто. — Можете задать вопрос? Вот как Вы считаете, проект Евразийского союза, как модель для России, для современной, может быть такая адекватная? То есть можно вокруг нее объединяться? — Можно, нужно, но сейчас, конечно, будет сложности. Объективно сложности. Ну вот смотрите даже, я немножко позицию такую заливал другую, чем официально. Вот эта вся история с контрсанкциями, да? Мы же не привыкли в союзе-то пребывать сами. Ведь как приняло решение? Вводим контрсанкции. Собался кабинет Министров и приняло решение. Вот интересно, как говоришь, мы же в Евразийском союзе и больше там в таможенном союзе. И без договоренности с нашими коллегами в таможенном союзе, вообще говоря, все получилось до этого. Потому что сколько года можно наезжать на Лукашенко? Но Лукашенко контрсанкции не объявлял. Имеет право импортировать любую продукцию. Импортировав любую продукцию, ее с таможен у себя, он таким образом возит ее на общее пространство, с таможенного союза. И имеет право реализовывать ее, где считает, что это можно. Такие правила таможенного союза, о которых мы как-то не подумали, что прежде чем вводить контрсанкции, надо с нашими коллегами по таможенному союзу, вообще говоря, договориться. И так, и таких моментов полно. Мы сами же, так сказать, не ему, мы здесь все равны. Но практика наша зачастую этому противоречит. И это очень сильно влияет. Первое. Второе. Конечно, они тоже очень даже не благие те, кто объявляли санкции. Они же объявили санкции евразийского союза. С одной стороны, был Европейский союз, общая организация. Но они объявили санкции одной из стран. И таким образом внесли естественный расход. И общее пространство из-за этого начало становиться не совсем общим. Потому что для одних есть санкции, а для других нет. Понимаете? А когда мы объявили санкции, получилась, они приняли санкции, но они не принимали. И опять получился раскол по второй линии. Поэтому объективно сейчас, в условиях наезда на Россию, очень сложно формировать дальше таможенный союз. По такому же принципу, почему бы остатки всего Украины не присоединились к Гонбассу? К ЛНР и ЛНР. В идеале. В идеале. В смысле? Чтобы Киев присоединился к Гонбассу. Туда еще нет проблем. Вы понимаете, Киев, для чего они покрышки взяли? Они покрышки взяли, чтобы, так сказать, прийти в власти, так сказать, по американским антироссийским иностранным людям. Если, так сказать, все эти варианта, почему они против Минска 2? Потому что этот вариант, собственно говоря, гиверирует. А для чего, собственно говоря? Для чего делали. Для чего делали. И поэтому какое там присоединение? Основной заслугой Минска 2 является легитизация ЛНР для ЛНР. Ну это действительно так? Ну это действительно так, но это недостаточно. Основная основа. Ну если вы так говорите, я могу ответить вам, как мнение этой ситуации. Все-таки, я такое чувствую, что кроме вот этого плана, есть американский план. Его по кусочкам Киев выбалтывает. То есть это практически выпихивание ЛНР, наверное, за пределами украинского политического и экономического пространства. Обвинение во всем этом России, то есть сохранение санкций по полной программе, что это Россия не знает. И введение миротворцев на Ленину. Этот план, конечно, для России не придет. Но мне кажется, что все-таки без такой-то недоваренности с американцами НИС-2 не сможет быть реализован. Они, ну видите, они его саботируют и все, или они переворачивают пункты с точки зрения наоборот, да, или просто не выполняют. Поэтому, у меня в ленте была статья, например, перед этим самым, перед как раз этой «тройкой» канонцей. Это он написал, что, конечно, они будут его огибать, порошать, да. Но я боюсь, что все их воспитательные меры закончатся в этот проект, когда прошли все. А мои действия санкционируют? Привет, Юрий. Ну, по поводу социальной сети. Я думаю, что это абсолютно право, что в Узбитии, это здесь, например, в одной тематике, в другой тематике, в которой не пересекаются. Но мы ведем информационную войну каким образом? То есть мы даем информацию с нашей стороны, где, например, анекдоты, сарказмы, факты, факты, факты. Они злятся, оставляют, угрожают. Я вот это улыбаюсь. Ну, это же… То есть какое это воздействие идет, не полностью? Ну, в моменте перехода нет, есть выяснение отношений. Ну, я никогда не оставляю, не опускаюсь сюда. Ну, тем более, вы знаете, мы с вами, в общем-то, другие люди. Но у меня тоже, у меня Володя Рыжков и Парханов, и тот, и другие друзья. Потому что мне интересно, и это где, и это где, и я изучаю этих, и этих, да. Вот. Ну, подавляющее большинство-то. Кто-то любит своих друзей вот здесь, вокруг Парханова, а кто-то вот здесь, и они не пересекаются. А если пересекаются, только вот в руганье, это самое, выяснение отношений в комментариях. Ну, в контексте этого интересен канал Нейронир на Ютубе Боченко. Он почему-то дает слово и тем, значит, обеим сторонам, вроде как находится сверху, на нитратке. Хотя я сомневаюсь, он типичный фибирал, как Боченко, Боченко. Такой же канал есть на Украинском, ТВ-17. Он дает информацию и тут, и другу. Он, кстати, устраивал этот канал «Телемосты», «Телемосты», «Киев», «Донецк», «Удан». Вы слышали, да? Ну, когда «Телемосты», «Телемосты», «Телемосты». Вот мне кажется, надо всё-таки чёрное, значит, быть или на одной стороне, или на другой стороне. Нельзя так сверху смотреть на ситуацию. Это значит, на предыдущей ситуации. Нет, нет, я имею в виду, я же не смотрю, я-то публично выступаю на одной стороне. Я просто, так сказать, пользуюсь информацией с той, с другой стороны. Ну, правильно. То есть… Я же сам Володя Рюшков стал на тех же этих ток-шоу «Лугариста». Поэтому это разные вещи. Но согласитесь, что было бы личное вот. Ну всё, вот интернет, всё теперь, телевидение – ничто, радио – ничто, газеты вообще, вчерашний день. Вот теперь интернет, всё решив, вот в интернете, сейчас мы как? Ридимся, всех зарагитируем, все будут за нас, да? Было бы такое. Оказалось нет. Надо было 10 лет назад, как на этом вопросе работать, чтобы уже, чтобы не случилось то, что случилось в 13-14 году. Ну, это же не просто слова, что имеется информационный диктат, который был заложен тогда, когда мы вообще, так сказать, были отдельно власти. Был заложен теми же американцами и англичанами, в первую очередь, в мире, да? Associated Press, Press International, от них всё пошло, вот это вот, да? То есть инфункционное доминирование, да? Мы в этом играле, у нас свой таз был для своих, да? То есть что? И мы время тогда потеряли еще. Те времена. Если говорить о всём мире. Да. Ну, плюс, конечно, много чего, понимаете, есть, конечно, стремление вообще решать, даже и во внутренней политике, какими-то простыми вещами. И, скажем так, в находениях мы не учились, поэтому мы его делали так. Вы знаете, что Крым занимает первое место, это же бежущее в информационной войне. Есть, значит, он и Юс Веселовского, Нерик и Юс Веселовского, потом информационная война на Крым-КВ, Дмитрия Старана. Вы же знаете, меня знакомы? Нет, не знаю. Нет, не знаю. Нет, Старанова Дмитрия. Очень жарко, что его здесь нет. Ну, а товарищ Заникой, а Веселовского знаете, да? Нерик и Веселовского. Нет, ну, это всё опять… Они как раз сейчас напередовывают. Ну, это всё напередуется. В основном, да. В основном, да. Ну, я пока разочаровался с ним. Я не знаю, может, почему у меня где-нибудь появились. Хотя я сам активно играю во все эти игры. Ну, пока разочаровался. То есть, какого-то, ну, как мерзкие, американские политологи выражаются, электорального влияния пока что интернет не позволяет. То есть, чтобы он был электоральным партнером. То есть, чтобы он влиял, действительно, вот уже на эти самые процентные поддержки того или другого. И какая-то компания в интернете смещала, так сказать, предпочтение на значимые величины. Поэтому пока. Пока ни разу я не заметил. Ну, вот на Ютубе Шари такой есть. Есть Шари, да. Он видит Ютуба русский языческого собрянка. Да. Он играет на их стороне, вернее так, он стоит между сварками. Но подыгрывает, конечно, нам. Ну, и киевляне считают, что он однозначен, значит, агент ФСБ. Ну, почему? Почему? Да. Ну, опять. А он считает, что Крым украинский регион, например. Опять. Еще раз покажите. Такая компания, вы знаете, привела к изменению значимых некоторых предпочтений, то ли в Украине, то ли в России, то ли в мире в целом, то ли как в Крыму. Так вот не формирует, в том-то и делом. Усугубляет только, может быть. Да. А формирование все-таки за традиционным. За традиционным. За традиционным. Казалось за традиционным. Вы понимаете, что я делаю. Для меня это тоже было открытие. Я тоже думал, да, сейчас это... А вот нифига. Что по первой кнопке показывают или что там долдычит на пятерке, на Украине, так подавляющее большинство и дуны. Ну, тварь. Да. А как вы оцениваете по качеству информационной войны нового государства, всем известного на Ближнем Востоке? Вот сейчас вот 29 число появился новый фильм. Мне кажется, немножко раздувает вообще их. А достижения, да? Да, да. Потому что ребята работают на негатив. Негатив такой красивый. Вы понимаете, как это, как в Ставе времена говорили, готическом стиле, да? Такая готика. Могилы, чёрные одеяния, то это вот, да? Ну, мне кажется, это как бы... Больше всё-таки... Чего-то... Я не знаю, может быть, я отстал, я отстал. В фильме-то по семье, папа-то с дочкой... Одна из дочек там... Чёрный... Готэ была, чёрный герой. Может, кого-то молодёжно действительно привлекает? Я не знаю. Ну, готы – это же субкультура, так и есть молодёжно. Да, но я ещё так и не вижу готики. Не готы. В общем, однозначно преувеличено, да? Вообще их деятельностей, сроки... Нет. Просто удивля... Видите, они чего удивляются? Они удивляются тому, что в основном... Что есть элемент, конечно, он не стопроцентный. В основном там заправляют бывшие офицеры и солдаты армии Саддама Хусейна. Но там есть довольно значительный элемент, вот это вторичный. То есть вроде бы как худо-бедно адаптировавшиеся к Европе выходцы с Ближнего Востока, вдруг, так сказать, всё бросают в Европе и едут туда головы убить вообще, заниматься дикостью. То есть для них это вот как бы... Они же... Они тоже позитивисты. Им всё казалось, вот мы, так сказать, образовываем, воспитываем, мы тут как бы это самое... ЛГБТ... Софтором это жрали. Все позволяем. Тут вот все будут гуманнее и гуманнее, терпеннее и терпеннее, а вот вдруг вот всё с точностью наоборот. Для них это тоже, так сказать, и от этого они раскручивают. Ух, какие они страшные, могучие, туда-сюда, ролики за миллионы долларов. Какие миллионы долларов? Чёрные балахоны надели и голые люди. Ничего в более искусственном я не видел, например. Ну, даже Гидар Джамаль признал, что фейки вот эти все их ролики, ну, с убийства. Ну, не в открытую, но так сказал, что да, может быть. Ну, Гидар, знаете... Ну, во всяком случае, интересно его послушать. Иногда. Понимаете, для беспристрастного политолога у него слишком много фейков допускают. И ошибок, и ошибок тоже много, фактологических по Крыму. Это не ошибка. Деза, да, в чистой. Деза, да, это работа... Определённая аудитория, ну, это понятно тоже. Ну, вот в этой части интересно. Он, кстати, сокрушается по этому поводу общества, там изменилась иранская феминизм, там... и всё такое. Ну, это не бедует. Постепенно. Тем более сейчас санкции сняли. Нет, это постепенное разговаривание, оно не было. Постепенно. Человек, существо, которое, так сказать, не в том числе, будет недостаточно, с точки взаимения, виднее, низнее, интереснее. С этим сколько ни боишься, оно ничего не сделано. Сейчас начали с нашей точки взаимения, это, в общем-то, естественные потребности. Да. Ну, кстати, бузяной эфир когда был? Да. А можно? Павел, я прямо за вам. Осень прошлого года, осень прошлого, да? Ну, это было по-буду даже до этого самого. Это было еще по Януковичу. По контексту понятно, что еще не было. Уже Майдан был, а революции еще не было. Значит день декабра, январь, где-то вот так. Тринадцатого года. Если мы вспомнили о этом персонаже, Вы где-то в своем выступлении упомянули такую штуку, что его проверяли специалисты-психологи. Помните, да, это? Нет, это не я. Это не я. И угадали в нем под маской такого грузного человека с определенной биографией, да? Все-таки слабого человека, который в кризисный момент, не Вы, да? Прошу прощения, я перебуду. У меня жена, один из известных российских психологов, доктор, профессор. Я не допускаю психологических высказываний. Прошу прощения, я перебуду. Просто есть чувство самосохранения. Смотрите, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста. Смотрите, пожалуйста. Технология. Технология. Технологии появился здесь. Почему? Во Франции? Во самом деле, революция не должна была быть. А в франции и все революции, да? о удачных революциях, забываем о нем удачных. Вот это постсоветство просто. В Украине две удачных, в России одна удачная, и одна неудачная. В Киргизии две удачные, а в Казахстане неудачные. В Азербайджане неудачные, в Армении неудачные, в Беларуси неудачные. Я, например, считаю, что никакой особой технологии, по сравнению с тем, что творили в регионе, разнесли папский дворец, в данном случае одникам мы только оставим. Это была Великая Французская революция. В сравнении с Великой Французской революцией ничего такого нет. Единственное, чего, так сказать, на самом деле новое, это использование глобальной финансовой зависимости. То есть, сколько бы ни говорили, вот там, блогинная почта, интернет, людей созвали, молодежь выступила, куда-сюда, сколько молодежи выступало, сколько подавили танками из водолета, которые загнали и прочее и прочее. Секрет очень простой. Сначала стране навязывается суперлиберальная экономическая модель. В рамках этой суперлиберальной модели верхушка начинает, так сказать, разворовывать деньги. После этого верхушки эти деньги, куда их складывать? В западные банки. После этого наступает момент чек, когда возникает желание этой верхушки побегать. Собрать две тысячи народу на площади ничего не стоит. Дело не будет. Дело в том, что когда эти две тысячи собираются разогнать законный правитель, воздаётся звонок и называется «доброщад». И говорится «дорогой, пожалуйста, вот этих не трогай». После этого удаётся цветная революция. Если этого звонка и этого фактора нет, и деньги лежат, например, в китайском банке Александра Григорьевича Лукашенко, то звони ему, не звони, он бан с бойками разгонит, и на этом всё кончится. И а это вот всё, вот там у нас это самое, вот эти молодёжные организации, да это всё… — То есть предательство святого? — Не предательство, а просто связывание его святого. В тот момент, когда, а когда действительно, так сказать, он не может ничего сделать, то есть ликвидируется государство. Государство — это что? Государство — это единственный субъект, имеющий право незаконное насилие. Когда ликвидируется это его право, ликвидируется, по сути, государство. И в этом моменте кто хочет, тот берёт власть. Вот и берёт привет. — И на уходу ещё такого звонка точно не было. — А? — И на уходу ещё такого звонка точно не было. — А кто знаете? — Нет, потому что работала по открытой, практически говоря. ЦРУ открытой работала в том же СГУ, как филиал. — И это американское посольство, кстати, самое большое по численности… — Ну всё, я это знаю. Но если… — Звонка не надо было. — Нет, звонка не надо было. — Звонка не надо было. Потому что он знал, что если он что-то такое сделает, ему позволят так, как позволили Кучме. А Кучме звонили точно. Ну вот и всё. Вот весь механизм. Без этого звена, все остальные эти богославские технологии – это всё пустое, на самом деле. Ну это камеры. Пионерский зон. — Ну это карнавал. — Карнавал, да. — Карнавал, да. — Ну карнавал Шарпа, да. Это один из элементов, без которого цветной эволюции не будет. Карнавал Шарпа, но без звонка её тоже не будет. Останется только карнавал, а то раз будет. Вот и всё. — Нам будут звонить. — А? — Нам будут звонить. — Ну вряд ли. — И у нас всё это всё от порядка, у него лично. — За других членов команды некто. Я говорю, давайте едва. — Ну конечно, проблема, ну а кто же без проблем? Всегда, так сказать, всегда есть опасность, всегда есть вероятность, всегда надо держать ухо на стол. — Ну в Штатах, например, давно муссировался мулька и все американцы убеждены, что на счетах Путина 4 миллиарда и более. — Почему не сорок-то? — А, или сорок. — А, или сорок. — А, или сорок. — А кто вы, друзья? — Все американцы. — Американцы? — Вот. — Вы опрашивали американцев? — Нет. — Нет. — Кто? — Я не знаю, какие вопросы. — Американцы, ну плевать, что у нас происходит. — 98 процентов. К сожалению, 2 процента американцев — это около 5 миллионов. Вот им не все равно. — Ну тут однажды, это самое. — Но какой миф и на это расстраиваешься? — Однажды, однажды, встречается бы, значит, хотел со мной встретиться руководителем политического отдела немецкого посольства, много приехали. — Вообще, во все декабря вида достали. Деталификация руководителя. — Руководитель политического отдела посольства. — Это сами понимаете, творящий чиновник. — Не знает русского языка. — Тогда это будет. — Мы с ним, значит, это по-английски, да, по-английски вообще. — Ну ладно. — Значит. — А вот, видимо, что мне понравится, начинаем говорить в стиле Задонова. — Вот эти американцы такие козлы вообще, да. — Где вы с чем делаете? — Американцы, конечно, 280 миллионов козлов. — И там есть 2 миллиона, которые основили все наши пригубности европейские, добавили свои и делают нас с тобой, как котенки. — Он сильно затуманил, значит, потому что действительно так. — Поэтому американам совершенно по барабану 98 процентов, что у нас тут происходит. Но есть, да, верхушка, есть, так сказать, прослойка, которая, так сказать, играет очень сильно и очень серьезно. — Ну, когда уровень жизни в той же Америке будет падать, то тем 98 уже будет падать. — Ну, как вы думаете, что значит падать? — Ну, в связи с последними событиями у нас все происходит. Мы же хотим вести. — Ну, обратите внимание, у нас жизнь в два раза упал за последние полгода, мы даже не заметили. — А вы хотите, чтобы американцы заметили? — Нет, когда он не свой будет падать жизнь в дворе, тогда падает за двор. — А когда он падает за двор, тогда вот не интересно. — У них все в порядке. — Вы молодой, я это слышал, как только начал везет ПАР читать. — Ну, все рано или поздно обваливается. — То есть вы все свои доллары переложили к левую долги, да? — Ну, я не о себе. — То есть вообще доллар обвалится, но я на всякий случай его придержу, да? — Ну, будет другая мировая валюта. — Да нет. — А дашь бы их власть, может, они застанут, что юаня, что мы делаем. — Какая неудобная валюта, больше ста юаней, вот такими пачками приходится за перевод. — Ну, значит, чем угодно это станет. — Поэтому, как это, очень хотелось бы, мы не дождемся, работать надо. — Если вы убеждены, что доллар везет, давайте сложим власть, потому что они все покупают. — Почему? Почему везет? — Ну, хорошо. — Зачем крайности? Ну, не надо сидеть, как я говорю, по китайской поговорке сидеть и ждать, пока труп долларов поплывет, да? — Да. — Ну, надо, так сказать, свою группу нарячивать. В первую очередь, более-менее этим занимаетесь. — Ну, дают же открытую, дают массу. — Ну, дают. — Открытая война, открытое противостояние. — Да. — Начинала еще Маргар Тэтчер в открытую. Сказала, что достаточное население России 15 миллионов. Тебе очень спросил. Знаете, я не знаю, что в Сочи. В Небе тебе спросил. Фифкин? Она подтвердила. ЕС Фифкин. Ну, 15 достаточно, но на всю территорию России. — Ну, и где Тэтчер? Тэтчер померла, а она все равно ступится. — Я говорю, и с тех пор, где Хандалина Райс, Омбра, был сейчас хилариклиентом, он говорит, что Россия слишком богатая, слишком беленькая. Мы должны ее задавить. — Ну, и что? — Ну, и что? — Открытая война. — Да, да, да. Мы бедные несчастные. Одну шестую часть света как-то случайно занялись. — Случайно, да. — Ну, на самом деле, такие же хищники, как западники. Не надо вообще во всем, так сказать, обвинять тех же штатников, тех же англосаксов. Они вот такие-таки хищники. Есть две хищные нации в мире, которые доказали свою успешность. Это англосаксы и русские. И не надо изображать из себя овечь. Надо быть тем, чем мы являемся. Волков среднеупитывается. — Но, к сожалению, сейчас мы подставляем щеку. — Чего? Где мы щеку подставляем? — Ну, тоже управляем. — Вот здесь мы щеку подставили, да? Уже подставили, да? — Как? — Да, да. — Понимаете? Вот, в конце концов, это нормальный элемент и пропаганда. Мы, между собой, это продолжаем понимать. Потому что мы тоже, а тут не овечки, да? Мы без глава, мы хотим вас пригласить на заседание своего круглого стола политолога. Во-первых, я никогда в Ольбове не был, потому что их вообще интересно. Что это за политологи какие-то? В Ольбове не возглавлялись. Ну и полетел. Поехали. Ну и, естественно, политологи это все свободно представляют. Ну, тогда еще, так сказать, региональная организация. И главный их вопрос, сейчас мы говорим, это еще раз. — Владимир Ильич, а Вы с Крымом, как с Южной Осетии, не сделаете? — Я говорю, да, обязательно сделаю. Если Вы оттащите систему, да? Пишите, начнете пулять по Симфероплю, и будете так и сделаны. А Вы что, собираетесь это сделать? Они говорят, нет. Я говорю, а что они тогда первые силы? Ну, я их пойду, пойду. Потому что если фигуарные выражаются, они начнут стрелять по Симфероплю, будет то же самое. Они, видимо, не поверят, все идет в свой опыт. — Они забыли об этом. — Да. То есть, на самом деле, да, если так разобраться, значит, мысли у них были еще тогда. А что будет, если мы, фигурально выражаясь, начнем пулять по Симфероплю? — Тогда Вы с Крымом познакомились, да? — Нет, с Крымом мы еще раньше познакомились. — Он же не из Львова. — Крымичинский еще в 90-х планировал скоро сценарий, который… — Ну, Крымичинский, ладно, это, так сказать, брогенал, баллы у нас тоже будут таких. И с той и с другой стороны достаточно. Делать не в этом. Это ж не мейсты. А эти ребята, это как бы вот западенские мейсты. Так что не надо нам сами себе представлять, что вот мы бедные несчастные, они такие хищники, а мы вот бедная овечка, которая на лагу пасется, никого не трогает, а они вот все на нас там кидаются. Мне кажется, мы должны уже, так сказать, и ребята начинают это делать. Тот же Шовик, да? Да, мы волцы и не упитывались. Да, нас не тоже. А то мы можем и это с собой умереть. Все нормально. — Но все же. — Я, например, уже устал от этого. Ой, вот у них двойные стандарты. Вот для себя они одно, для нас другое. Ай-яй-яй, туда-сюда. Ай-яй-яй, как не стыдно, измените свое поведение, да? Вообще, на самом деле, двойные стандарты — это основа и удела европейской цивилизации, на основе которой она в итоге завоевала практически весь мир. Вот эти двоймыслия и так далее и тому подобное. И мы тем же самым всегда грешили. И когда сейчас грешим, даже этого не замечаем. Поэтому нечего их обвинять, надо вести себя. Как волк среднеупитываться. — Нет, мы себя слишком в порядочном. — Ну вот, надо изживать из себя овечку. Вот. Которые вы сами внутри себя вынестили. И коллеги говорят, вот, у вас Путин, вы такие-сякие, вы вот тут завоевать хотите. Мы говорим, Лир, мы овенчиками попасемся. Он говорит, даю. А че? Будете вести себя в полку? Мы такие, вы волки. Мы волки, иначе бы… Мы одну шестую часть света бы не заняли, если бы были другие. Вообще, на территории Российской Федерации, в старые времена, на территории даже центральной части России, в старые времена, было всего 10% славяна, остальные полосы, печенили и прочее, прочее. Славяне всех интегрировали, всех объединили, всех загнали в свою культуру, завоевали одну шестую часть света. И поэтому моя овечка, которая пасется в любому. Вот это мы сами себя отпускаем. И поэтому тогда их пропаганда-то начнет холостую работать. Вот, Путин, такой агрессор. Да, агрессор. Да, вы какие? Вы? Три самолета поедали? Еще одна. Иначе. Вот, мне кажется, вот это у нас есть рисунок. В этом контексте, вот когда Бастурина слушаешь, тогда он вот, вот мы вот такие вот сидим здесь, а вот те, кто, 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 на нас, а мы вот так. Это кого? Бастурин ДНР. Да, он сводки дает. Да. Мы просто слишком хоть джентльменский след ведем, это да, смешно слушать. Да. Лобового, но он или дедиклама. Нет, Лобов доводил, а ты у него, так сказать. Но в политике нет и не должно быть никакой морали и частоплотности. Но в политике надо изображать мораль, исключительно изображать. Но при этом тоже не перебирать, я говорю, что иногда надо все-таки оскал-то изображать. И тогда, между прочим, может быть меньше, если бы мы действительно зубами как следует классными в 2012-2013 годах, до того же Януковича, ты чего тут начали? Он же тогда развел пропагандную, вы же помните, европейского выбора, полный рост, да? Да. Ну, я и говорю, да. Нет, нет, да буквально год там. Украину готовят десятилетия, 10-15 лет. Вот здесь, ведь все в 2006 году. Тогда, когда раздолбали этих ребят в ПУК и ПРА, да? Вы по пускам тут собирали в санатории Белас, съехались эти самые. Вы свезли, больше даже не учить, а просто психотерапию проводить. С ребятами партии регионов, руководителя региональных организаций, уже в половине поездка к прокуратуре Беласа. Начали, так сказать, с ним же там по избирательным технологиям, как нам. Вроде бы, так сказать, подъехали, кстати, парковые ребята из этого самого, из штаба партии регионов, политтехнологии, мы вместе с ними нашли отчезать. Тут этот самый Татарин поглядел на это все и принял свою команду полу-монохода. И все эти годы с Януковичем работал в Моноход, с компанией основной политтехнолога республиканской партии регионов. А у нас на это как бы грузило. Вы помните, здесь Митин был тогда зимой, приезжал Янукович, эти ребята-водофлоты, черники, вышедшие, среди толпы стояли, не помните? В каком аналитике? Мы так аналитикой серьезно не занимались, потому что это нас не коснулось тогда еще. Так что, на самом деле, и это тоже, и тогда надо было, это самый зубами класса, тогда меньше. Может быть, не пришло, и все остальное дело? Вот и да. — Слушайте, а вот идеальный вариант для Украины со стороны, естественно, основных сил, это и городной округ или просто территория, там, пограничная между ними? — Знаете, Украина, действительно, ведь это не пустые слова. Говорят, что страна проблемная в части целостности. Вот найдите хоть одну страну в мире, где голосование за полярные политические силы так позиционировано географически. Чтобы здесь за одного 95, а здесь за другого 95. Нет вообще никаких стран. Вот у нас в России говорили, вот красный пояс. В красном поясе на 5-7% у коммунистов было больше голосов, чем в других регионах. Вот и весь красный пояс. А здесь практически один в десяти, на порядок. Таких стран нет. То есть она могла существовать. Вот это самое, я понял, почему образовалось такое странное явление посреди Европы, как Швейцария. Вот Швейцария, она конфедеративная, ну федеративная и нейтральная. Почему? Две основных общины — немцы и французы. Немцы и французы как кошка собака. Все века. И существование единого государства возможно было только конфедеративно и нейтрально. Стоило им потерять нейтралитет, встать на какую сторону, она бы развалилась. То же самое для Украины. Она могла бы существовать только между Россией и Евросоюзом. Она могла бы себе позволить сделать какой-то выбор, если бы Россия и Евросоюз объединились. Вот в рамках этого объединения могла бы. А в рамках противостояния, так сказать, России и Евросоюз, ее целостность могла бы быть только в случае нейтралитета и федерализма. Учета интересов, учета интересов. Между прочим, это только кажется, что, например, в России нет федерализма. Казалось бы, российская внешняя политика на Ближнем Востоке является производной не только позиции Кремля, но и позиции Казани, Уфы и Розы. И она, и Кремль не волен свою позицию занимать без учета позиций этих центров силы не сулитанских России. То же самое Украина. Она, по идее, единой могла бы быть только с учетом интересов. И Донецк, и его. Те времена закончились. Те времена закончились. Сейчас она может быть своим вот этим куском все-таки, так сказать, остаться, ну, как бы выполнить Минск-2. И даже если, я вам скажу, если она не выполнит Минск-2, если она вытолкнет Луганскую и Донецкую Республику, это ненадолго. И этот проамериканизм и антироссийство, она тоже ненадолго. Там внутри начнутся все равно эти самые телодвижения по России по отношению к российским территориям. Знаете, в чем дело? Политика и искусство возможно. Для России сейчас надо, чтобы Украина, по крайней мере, была не вождена по отношению к России. Все. Остальное… Уже все, уже, так сказать, некоторые вещи, как называется, ребеночек родился, назад не заснули. Все, уже, так сказать, вся военка переносится в производственную территорию России и, так сказать, представить себе обратное движение невозможное. Значит, в этой части уже отрезается, да? А это очень значительная часть, да? В итоге, в итоге, сколько бы у нас там наши ребята не говорили, они и нет для этого основания, как бы, что, так сказать, это довольно опасно. Но они все равно, так сказать, в отношении в зале еще одно произойдет, невинную мы уже произойдем. А все-таки, вот здесь некое, как говорится, что она была не вождена, она началась языкально вождена, как дальше? Ну, понимаете, что я делаю? Никогда не говори никогда. Я, опять же, когда, когда домогонястики говорят и имеют для этого основания, понятно, как они являются и говорят. Никогда мы с ними не одни. Я не вспомню, что я сказал. Да, сколько раз. Человеческая природа такая, в человеческом состоянии было следовое, и, в том числе, человеческая память достаточно короткая. Ну, это, может быть, человеческое спасает, в целом. Вся изделия будет неприятная, так сказать, неприятная и так далее. Поэтому, сказать, что так и достаточно, что вот все это навсегда и… Не про то, что не на себя творится. Какие кождества будут предприниматься, ведущие на самом деле, какого-то слова рода? Ну, что сказать, мне кажется, нам что-то помогает Запад и все-таки при жизни стоять. Ну, казалось бы, ничего не… Звонит, знаете, вот это… Звонит… 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 С… Немецкой волны… Русской эзакции… Зная… Мое такое… Я бы сказал, не очень ласковое отношение к Лукашенко Александру Евгеньевичу… Знаете, как Вы прокомментируете? Вот Лукашенко не отдал Вам прошлый этот самый кредит 2 миллиарда, а просит еще полгиллиарда? Я говорю, Вы знаете, все-таки очень хорошо, что наш союзник, а союзник нам помогает, находится в хорошем экономическом положении. А вот Ваш экономический военный союзник, Греция, должна атоистом убедиться, и просит еще пятьдесят. Ну, нам надо с союзником, просит и дешевле. Да, да, правильно. Они говорят, больше вопросов не имеют. В конце концов… Ваш долгосрочный и краткосрочный прогноз по Украине. Краткосрочный, все будет плохо. Насколько мы потеряли Украину? А что значит потеряли? На данном этапе. Что значит потеряли, если они, несмотря на всю эту пропаганду, на реальное ведение военных действий, пусть не с регулярными российскими войсками, но, уж точно, с гражданами России. Тем не менее, прям сюда отдыхать-то едут. И в народные заработки едут, как ездили, так и едут. Несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Это можно. Говорить сюда… Стоило Саакашвили снять, через полгода уже… В Грузии абсолютно другие достояния были. Я же говорил как раз о том, мое личное разочарование, как, так сказать, довольно тяжелого человека. Но, в общем-то, учитывая, что я 45 лет политикой завис, довольно юная политика, сила пропаганды какая-то неопроверная. Понимаете? Ну хорошо, ну там говорят, ну вот это неграмотные люди, они там, так сказать, что им скажут, то они слушают. Но я же вижу в своем кругу людей, достойных и, что называется, про Прохановский, и, так сказать, про Новогазетовский, да? Про Эфро-Посковский, да? Грозовные люди в своей области трезво анализируют ситуацию. Но они вот, да, вот и внушили, и они, к сожалению, люди внушаем очень сильно. На этом, кстати, ну извините, я атеист, такое у меня воспитание, образование, на этом построенной религии, если бы, так сказать, не было этого свойства у человека, но, наверное, ну как-то люди бы не так веяли, что они тоже плачут, честно с ним. Это, так сказать, к сожалению, человеческая психика, она в чем-то очень совершенна, в чем-то вот ограничена тем, что люди внушаем. И поэтому, ну вот, теперь там сто лет нас будут ругаять и ненавидеть. Да это тоже вот в 2008 году говорили, вот, куда делать-то, друзья. – А вы не согласны с тем, что все равно не имеет религиозность, вообще государство, как таковое можно было уйтилить? – Не знаю. Ну, вообще семьдесят лет нам не существовало. – Вы сами говорили о красном генизе, у нас это озеро, которое есть в мире. – Да. Не знаю, может быть. – Нет, вы знаете, что расходят. – Может быть, но я с трудом нахожу для себя 300 мест в таком государстве. – Потому что тогда надо, так сказать, верить, а не, так сказать, доверять, поверять, так сказать, на основе мышления, на основе знания. – Даже эмпиризм, он в своих основаниях, в своих аксиомах, они тоже, как люди, именно, что-то вроде религиозного. А я не помню, Аргенавт там где-то писал, он писал, исследовал опыты Галилеи, он написал, что они там пропаганды тоже, опыты Галилеи не работают. Ну, он доказывал, что, я не буду рассказывать, но он доказывал, что опыты Галилеи, он можно пропагандовать. – Ну, понимаете, ведь, собственно говоря, многие нынешние как-то обходятся без религий, но такие суррогаты религиозности создают. – А что такое вера в абсолютное право веншеств, национальных, сексуальных и прочее, да, так сказать, доминирование своей позиции в Европе? – Это тоже какая-то форма религиозности, с моей точки зрения. – Либеральная. – Потому что это, на самом деле, испытание логикой и разумом, оно как бы не выдерживает, потому что всё-таки… – Ну, мне кажется, что первично это права большинства. – Терман сказал, американцы – исключительно народы. – Путин говорит, что все народы равны. – А он сказал, нет, не исключительно. – А вот на этом-то всё и завязалось. – И противоречия завязались. – Они отстаивают своё право на исключительность. – Но, вообще говоря, все народы равны – это, скорее, антирелигиозный принцип. – Потому что религия у православных, православных и выше, у католиков и выше, у государственных и правильных и выше, у других не равны. – Но тоже религия перед Богом все равны. – Да? – Перед Богом все равны, кто многие. – Так что вот… – Ну, это мы как-то уже… – Да. – Не набрасывайте. – Но из этого всё и происходит. – Потому что, хотя, с моей точки зрения, вы даже с Татьяной возвестите, всё-таки элементы личностные в отношениях между государствами отбрасывают нельзя. – Всё-таки они присутствуют, сколько так и говорили о производительных силах, власти доллара, власти ЦУ и так далее. – У меня такое чувство, что вот элемент зависти Обама по отношению к Путина и Берки во всей этой истории присутствует. – То есть, он хотел быть выдающимся, первым выдающимся чёрным президентом. – Дело не в слове «чёрным», я не расист, а дело в том, что выдающимся и первым. – То есть, вот, как первый инвалид, президент Рузвельт, был выдающимся. – Первая женщина-канцлер оказалась выдающимся. – А вот первый чёрный, был не выдающимся. – Вот, хоть он себе там это навесил медаль под огонь Нобелевскую, не выдающимся. – Эпик фэй. – И когда он видит на обложке Тая, кто Путина, кто Меркель, его всего перекрашивают. – И во многом, вот, элемент вот этой зависти, он тоже работает. – Не получилось. – Да, вообще-то, в американском обществе, конечно, много, так сказать, вот этого фаисейства, потому что тоже, они как, всё, с чёрными, да, там на улице с ним идёшь, он десять раз огляется. – Как же эти чёрные достали вообще-то? – Или там, поезжаешь в Миннеаполе, с какой-нибудь там через дорогу, через рейку, сирку. – Слушайте, как у вас здесь хорошо, там климат, например, как у нас такой, зима нормальная, так, ну и вообще, как-то чистенько. – Тоже десять раз оглянемся, да, у нас тут всего два процента, чего это. – Вот и всё, вот и вся толерантность, да. – А она сейчас выливается на все эти вот истории. – Сынчик, сын, с Василием. – Вот, хотя бы вас тоже самое подъявлено. – Ну вот… – Можно ещё ещё спросить? – Да. – А вот когда я отместил Майта на каком же городе? – Дев, давайте? – Да. – Ну, конечно, деньги не лежат. Уж точно не лежат в западных городах. Или если лежат, то лежат в Китае справятся, а, вернее всего, для него всё-таки власть важнее денег, и поэтому мы можем действительно верить. Там есть полды президента, но они как бы очистены. Они в его распоряжении, но они не его личные. – А сколько? – Вероятность очень низкая. Это первое. Почему он сейчас… Вот я отвечал на этот вопрос недавно. Почему, собственно говоря, пара этих пижаков? Почему, собственно говоря, это самое… Лукашенко сейчас выпустил этих пижаков. Потому что он, так сказать, он же не крылокинцев. Он их держал, потому что они на неё были опасными, представляли опасность. Сейчас почувствовал, что никакой опасности я не представляю, даже если с утра до ночи будут на Китае. У лукашенко порядок по сравнению с Украиной и отсутствие санкций по сравнению с Россией. «Бать, как всё сделано народу, что же нужно голосовать-то?» Понимаете? При этом, когда говорят, а вот у них там коммунисты, социалисты… Мы с Фёдором Лукьяновым, известным политологом, примерно десять назад… Тогда ездили в Беларусь по приглашению фонда Аданарова, так проводили такие мероприятия с оппозициями, общались. Он поглядел на всё это и очень позорливо сказал, а понимаешь, а что Беларусь? Беларусь – это мечта советских диссидентов. Свободный выезд от страны, свободный обмен валюты, свободный доступ к информации. Ну, телевизор, ладно, интернет-то работает. А кому принадлежат? Принадлежит собственность, олигархам или государству? Это абсолютно было по барабану, диссидентам. Они этого добивались. В Беларуси это всё есть. И основной массе населения, а им какая разница? Вот. Обрабоечья, это самое… Обрабоечья в собственности распоряжается. Или Макошенко. И главное, что вот эти-то факторы есть. Есть. Хочешь – приезжай. Хочешь – приезжай. Деньги обменивайся. Кто-то там, какие-то миллионы, да, это самое минимальное. Поэтому устойчивость его режима достаточно высокая. Я ведь не его сторонник, но это факт. Объективно. А почему он не согласен с его? Вы понимаете у меня? Он, конечно, я не согласен с точки зрения России. То есть, во-первых, он, так сказать, его стабильность, его режима основана на выгоде от доступа к российскому уровню, который мы предоставляем ему как союзнику, но при этом он союзнические обязательства не выполняет. Он не признал Абхазию и Юлию Осетию. Он занимает нейтральную позицию по отношению к Украине. Вот это мне не нравится. А что у него никакой не социализм, у него корпоративный капитализм типичный, как в том же самом Сингапуре, в том же самом Китае. Поэтому за это-то как раз там это самое, контроль над средствами массовой информации. Говорят, посмотрите на Украине, что делается, что раскручивает. То есть, а вот это да, то есть, его модель, во-первых, она за счет России, она не самодостаточная. Она за счет наших ресурсов. Первое, это мне не нравится. А не сама модель, модель-то успешная. А второе, то, что он не выполняет союзские обязательства. А политика России недостаточно эффективна в направлении, чтобы привыкли его к всяким темпам? Ваш взгляд? В итоге-то его, как сказать, к стенке представляется заставление. Вы, наверное, уже забыли, когда Димаш сделал, он уже отказался подписать таможенный союз. Объяснили, значит, завтрашнего дня таможенная граница становится вот здесь, и твои эти товары к нам здесь пойду. И немцы будешь у нас приобретать по европейской цене. После этого, после десяти дней раздумий, он поехал в бешке в основную и подписал. То есть, я тоже об этом уверен, что мы просто сами виноваты не достаточной темы к своему союзнику. Мы слишком часто спускаем вот эти политические игры. В конце концов, ну, а пригромный люфт всегда есть. В конце концов, американцы с французами тоже союзники, французы иногда с быки. Но это не должно постоянно. Потом-то американцы с собой французами. Боевой постоянно. Оно не всегда. И тогда с Бакиева была безобразная история. А так же поскорее нашей политики, чем Бакиев? Бакиев? Бакиев используют, так сказать, все возможности. Мы могли недостаточно делать. С Бакиева тогда была тоже безобразная история. То есть, явно совершенно, так сказать, была совместная договоренность. Ну, иначе просто физически его невозможно было переместить в Беларусь. Сначала через территорию Казахстана, потом через территорию России. Договоренность Назарбаева, Путина и тогда Буша. В том, что сдвигаем его туда или в Беларусь. А он начал разыгрывать эту карту. Там пресс-конференции ему проводить. Поднимать его там. Заявлять, что как так? Великий держава свергли моего друга. Ну, понимаете? Играть против своего союза. Создавать сложности. Конечно, эти сложности легко пережили, но все равно неприятно. А есть в будущем у Беларусь? В будущем? Ну, пока есть такой рынок, как Российский. И России выгодно иметь на Западе союзника. Он будет этим пользоваться. Вот сейчас и креветки будут, и белорусские играм идти будут. Вы видите, в Беларусской готовится преемник, который будет продолжать его приемник? Он же физический и вечеринка. Ну, ему пока что всего семь лет. Ну, и Лукашенко-то еще. Ну, если вы это имеете в виду. Не, ну там, с демократии там сложности, конечно. Ну, а где их нет? Знаете, опять же, когда, явно допрашиваясь на ответ, меня в сомнении спросили, как вы относитесь к очередному избранию? Младшему Малинину, президенту Азербайджану. Вы знаете, я говорю, есть демократические страны, в которых принято передавать власть от отца к сыну. Ну, например, Азербайджан и Соединенные Штаты. Азербайджан и Соединенные Штаты. Азербайджан и Соединенные Штаты. Сейчас-то я тебе уже буду, что-то. Чем не монархия, просто монархия. Да, монархия. Пожалуйста. Путин и дочери. Азербайджан и Соединенные Штаты. Так что... Вот. Еще можно? Да. Скажи, пожалуйста, насколько события 1991 года были закономерны или искусственны? Да, сами, конечно, участвовали. Я же был сопредседателем флангового сетка Мунистра за демократию, руководителем искусственной организации, секретарей первичных парт организаций. Это не эти, не либералы выводили там сто тысяч, это мы, секретари первичных парт организаций, в московской оборонке выводили сто тысяч на площади. Конечно, реформирование было необходимо. Но мы видели несколько другого. Все-таки какой-то путь, который ближе к позиции Павлова. Павлова, кстати, основной такой пункт. Рыжкова, да? То есть, похоже на китайский, не китайский. Потому что китайский путь для нас не подходит, потому что они все это сделали за счет, по сути, первичной индустриализации. Из деревень людей, которые, так сказать, за копейки готовы были у нас этого ресурса уже. То есть, у нас 30-е годы, да? Не было просто, да. Но, безусловно, приватизация должна была идти, конечно, несколько другого. Но тут все как-то очень непросто заворотилось. Например, ведь Чубайсу надоело отламываться, но на самом деле ведь эти безличные чехи сделали Чубайсу. У Чубайса была мадрид чешская. Он хотел именные ячейки провинционные сделать. А это тот самый Верховный Совет вот так порешил. Там как бы дует была со всех сторон, а не со одной. То есть, конечно, как у бабули не было бы чех и денег, так и не было бы. Но если бы были именные ячейки, которые нельзя было плановать, а можно было обменять только на акции предприятий, то бабуля потом все равно бы эти акции предприятий по дешевке отдала, что называется, замутыл. Но уже в тот момент стремировался бы нормальный рынок акций. То есть, заработал бы нормальный, так сказать, уже механизм. И уже тогда залогово-акционационно все это не могло произойти. Тогда бы все было бы акционировано в тот момент. Но с другой стороны, знаете, иногда возникает лишь, что, может быть, действительно мы не видим каких-то недостатков в этих моделях. Что случилось, то случилось. И не является ли формирование олигархического капитализма, кроме всего прочего, следствие сверхконцентрации производства в Советском Союзе, огромное предприятие. И поэтому могут происходить. Когда они акционеры, в итоге переходили в частные руки, они в итоге все равно становились олигархистики. То есть, что, не знаю. Сохранить Советский Союз? Хотя бы уграницы. Ну, надо четверых, да? Ну, вот, что бы мы делали сейчас с Осенней Геразией, с Кавказией? Для начала надо писать Конституцию, которая писала с американцами, российскую национализировать Центробану. Как Вы относитесь к такой идее? Конституция, Конституцию писала с неамериканцами. Писал ее, так сказать, Сережа Шахрай, господин Алексеев. Я поэтому присутствовал американцами и не писал. Другое дело, образцы были. Консульцировали. Но в основном образец был все-таки француз. Другое дело, что Борис Николаевич не такой уж запойный пьяница был. Он для них был запойный, но иногда и был петерезен. Поэтому Конституция была поначалу, ну, я просто знал. Был момент, я был там в Шахрай, замка его партии, то есть в тот момент. Была больше похожа на французскую. Ближе к американской лично привел это Борис Николаевич. Почему? Да? Почему? Рядом, например, Борис Николаевича не было чего. Это самое. Действительно, Конституция безобратная. То есть в ней просто заложено превалирование исполнительной власти над остальными властями. Это совершенно определенно. И когда говорят, вот Путин давил там Государственную Думу на таком состоянии. Просто при Борис Николаевиче жили по понятиям. А при Путине стали жить по Конституции. По Конституции Дума занимает именно такое положение, какое она сейчас и занимает. Но в том-то и проблема, что она безвластна на самом деле. Но, так сказать, это… Вот я Шахрай говорю, слушай, ну ты… Вот он раскололся, да? Я говорю, ну ты, ну ладно, там полномочия сделает и пойдет. Ну, как ты мог записать самое, что в Совет Федерации входят представители законодательной и исполнительной власти регионов. В законодательную власть входят представители и исполнительной власти. Ну, говорит, это личная ухода. Он написал и ничего не издал. То есть там вот… И это никак не могут избить. Это же НОС. Надо эфиренцию. Надо национализировать Центробанк вместе с НОС. Хотя, понимаете, с другой стороны, мы сами выбрали. Нет, с другой стороны, мы сами выбрали. На выборы не ходим. Ходим. Избираем честно знает кого. Даже не интересуются, в конце концов, то ли самое «Ланды» это самое «Единая Россия». Почему, вот так сказать, вот когда они выкатывают свой список, почему, так сказать, не устроить БЭП? А это почему? А, ладно. Все равно другим что-то не решают, ну и сказать, там все. Правильно? Вот так и выключается. Их сами давали. Но с другой стороны, знаете, я все-таки оптимист чуть-чуть. Значит, в 1999 год приехали великие американские политики, но от них нелюбительной России, Сколков и Шасик. Такие зубы, бизоны. Долгий раз там были в правительстве, были в Сенате, уже пожилые дети. Вот. Ну и Леша Пушков их привез вместе с Димой Саймсом. Они в двух годы. Вот. Ну вот собрали там это. Ирха Камат была, еще кто-то там из наших родиков. Ну, мы в этом национале сели, там, в вечер, ну или нет. И Дима Саймсом завел классическую песню. Ну вот у вас здесь демократии нет. Здесь у вас там это Санкт-Петербург. Здесь не сяк. Дима Саймсом. Я говорю, дело. Наша демократия десять лет лет делает дело. У нас через пятьдесят лет после наступления демократии, в Миссисипе плавили пароходы, с пароходов сходили люди, выбирали мера в городе, садились на пароходы, прыгали следователи. Чего там нас получат? Десять лет. Исторические события так быстро происходят. И вот действительно, сколько? Он такой республикан, такой нелюбительный. Он сказал, Дима, а что мы лет не хотели десять лет? А что мы от нас хотели? Дорицы-то нет. Ну, двадцать лет всего прошло. Хочется быстрее, конечно. Коммунистов в 80-м году получил салимпиады. И здесь то же самое. Вот у вас, может, по демократии побольше будет. Следующих парень еще побольше будет. А где киши правдаки этого самого? Абрамовича, интерактивную, потеховскую глиерию, что это вообще? На своей бабке. Все меня есть. Прогресс идет. Надежда, прогресс. Я, человек, физик, истерийское мышление заставляю. Идите лучше. Что? Спасибо огромное. Спасибо. 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 Спасибо.